В этом видео ты узнаешь про Replay Mode. Он нужен для того, чтобы делать красивые таймлапсы и снимать себе со стороны. Ну и строй дома. Погнали! Мы будем устанавливать Replay Mode для Майнкрафта Фордж. Скачаем Replay Mode. Далее, с официального сайта Replay Mode мы скачиваем кодировщик FFmpeg по ссылке на этом сайте. Эту ссылку я оставлю также в описании. Приходим в папку ppdata.roaming.minecraft и создаем папку FFmpeg. Название должно быть точно таким же, прямо как у меня. Качанный архив с кодировщиком мы разархивируем в эту папку. И вот такое у нее должно быть содержимое после разархивации. И закидываем в нашу папку Mods Replay Mode. Если вы хотите использовать шейдеры в процессе съемки, то рекомендую вам установить Forge Optifine. Моя установка была через T-Launcher, соответственно тут уже встроен Optifine Forge в версию. И если у вас все хорошо, то у вас появится вот такая вот кнопка Replay Viver. Нажав на эту кнопку мы переходим в меню просмотра записанных роликов. Но тут мы жмем Setting и проверяем, чтобы у нас было включено Record Single Player, то есть запись одиночной игры. Закрываем это все и идем в одиночную игру. Проверяем, чтобы у нас стоял в этом месте крестик. А теперь создаем новый мир и заходим. После захода вы обнаружите в левом верхнем углу показатель того, что запись уже идет. Далее немного побегаю и кое-что построю, чтобы у нас был интересный материал. И нажимаем Escape. Здесь у нас две новые кнопки, поставить на паузу запись и остановить. Вы также можете ничего не нажимать, нажать сохранить и выйти, и мир автоматически запишется. И у вас появилось окошко с сохранением данной записи. Вы можете удалить эту запись или изменить ее название. Ну а мы нажимаем Done и нажимаем на кнопку просмотра наших записей. Выбираем ее и нажимаем Load. И она у нас загружается. И у нас начинает двигаться ползунок на первой шкале. Идет проигрывание нашей записи. Чтобы поставить нашу запись на паузу, нажмите кнопку P, английская. Камера, то есть вы сейчас перемещаетесь посредством клавиш на клавиатуре VSD. Пробел, соответственно, поднимает вас выше, а Shift опускает вас ниже. Также вы можете вращать камеру. Нажав J, вы будете вращаться против часовой стрелки. Кнопка K возвращает вас в исходное положение, а кнопка L вращает вас по часовой стрелке. Чтобы взаимодействовать с интерфейсом реплеймода, нажмите кнопку T, и у вас появится курсор, с помощью которого вы можете размещать ключи и двигать ползунки. Давайте переместим этот ползунок на верхней шкале. Обратите внимание, что после каждого перемещения у вас начинается подзагрузка, что не очень удобно. Чтобы от этого избавиться, нажмите в левый нижний угол, вот на вот этот квадратик, и выберите Quick Mode. Далее я закрываю это, и теперь каждый раз, когда вы будете менять ползунок, у вас не будут бесконечные подзагрузки мира. А чтобы убрать курсор, нажмите кнопку Escape, и вы снова сможете передвигаться. Теперь поговорим про интерфейс. Первая шкала у нас отвечает за нашу запись целиком, на каком моменте находится проигрывание нашей анимации. Соответственно, здесь также есть кнопка запуска, или вы можете просто нажимать на кнопку P, про которую я уже говорил, и ползунок изменения скорости проигрывания нашей записи, что в основном используется для замедления времени или ускорения просмотра. Итак, давайте организуем простую съемку. Для начала найдем момент, который нам интересен. Я хочу начать нашу запись с момента, когда я буду строить вот эту вот конструкцию. Выбираем момент, где мы начинаем строить, и чуть-чуть раньше. На нулевой секунде второй шкалы мы устанавливаем кейфрейм времени. После этого первая и вторая шкала синхронизируются, и у нас появится вот такая красная полосочка. Далее я жму на кнопку проигрывания нашей записи до конечного момента, где мы уже построим нашу конструкцию. И там же ставим второй кейфрейм. И у нас появилась красная полосочка. В том же месте, где у нас первый кейфрейм времени, мы устанавливаем кейфрейм позиции, который запоминает ракурс, с которого мы смотрели в какую-то область. Вот где мы сейчас и стоим. Теперь я немножко отличу, и допустим, буду смотреть уже с этого ракурса. А теперь над вторым кейфреймом времени мы ставим кейфрейм позиции. На первой шкале ползунок мы отодвигаем за первую красную полосочку на любое расстояние. И дальше нажимаем на нижнюю кнопку проигрывания, соответственно, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Наша камера будет плавно передвигаться от первой позиции ко второй. Поговорим про горячие клавиши. Если у вас очень длинная запись и вам тяжело в ней ориентироваться, то вы можете ставить маркеры с помощью клавиши M английская или мягкий знак на русском. Также, если вы кликнете на этот маркер, вы можете задать ему имя или сменить другие параметры. Кликнув на маркер и нажав Delete, вы его удалите. Если вы нажмете кнопку I или Ш русское, то вы поставите кейфрейм позиции камеры. Если вы нажмете Z на английском или E русское, то у вас, обратите внимание, в правом нижнем углу появится вот такой значок. Это ночное зрение. Его можно выключать и включать на эту же клавишу. Если вы нажмете N на английском или T на русском, то вы сможете сделать кадр заставку, с помощью которого в просмотрщике записи вы сможете легко найти нужную для вас запись по картинке. Если вы нажмете B английское или I на русском, то у вас появится меню, где вы можете отображать персонажей или их скрывать. Например, сейчас я выключил своего персонажа и он пропал. А если я, допустим, его сейчас включу, то он появится. Так можно делать и с другими игроками. Кнопка Q или E позволит вам отключить предзагрузку вашей записи. Отключая тем самым некоторые анимации и эффекты. Но важно, перед итоговым рендером ее нужно включить, иначе эффекты не будут отображаться в вашей записи. Итак, у нас есть три кейфрейма позиции нашей камеры. Если вы нажмете H, то вы включите отображение этих кейфреймов в пространстве. То есть вы сможете увидеть траекторию движения вашей камеры. А это нужно для того, чтобы работать с интерполяцией. Интерполяция позволит вам изменять вашу траекторию движения от линейной до вот такой вот скругленной. Как это делается? Берем, допустим, какой-то наш кейфрейм промежуточный и кликаем на него. И вот в этой графе вы можете выбрать тип интерполяции. Например, я сейчас выберу линейную. И обратите внимание, как изменилась траектория. Со скругленной она стала вот такой вот линейной. Изменяя параметры, вы можете задать свою собственную интерполяцию. Если у вас много кейфреймов и вам их нужно быстро удалить, используйте клавишу Clear Keyframe. Я назначил ее на восьмерку, потому что по умолчанию она мне была задана. И все кейфреймы будут удалены. И да, в настройках управления вы можете в разделе Replay Mode задать абсолютно любую клавишу или даже щелчок мыши для какого-то действия. Также вы можете настроить горячую клавишу для вызова настроек Replay Mode. То, что мы делаем в самом начале видео. То есть, соответственно, здесь вы можете выбрать, будет ли записываться одиночная игра, будет ли записываться сервер и другое. Нажав на кнопку О или Щ русское, вы будете ставить кейфрейм времени. И также тут есть специальные клавиши, которые позволят вам одновременно ставить кейфрейм позиции вашей камеры и кейфрейм времени. Ее можно также самому назначить. Также, если у вас есть какие-то сложные конструкции из кейфреймов, вы их можете сохранить. Нажав на X или Ч русское, и вы откройте меню для создания шаблонов. Вы можете сохранить какой-то шаблон под любым именем. Потом закрыть и очистить все кейфреймы. Затем выбрать нужный вам шаблон и нажать кнопку Load. И ваши кейфреймы появятся. Теперь давайте отрендерим наше видео. Перед этим вы должны выйти из режима Quick Mode. Нажимаем на дискет и у нас открывается окно настройки рендера. Первая опция отвечает за метод рендеринга. Сняв видео совершенно разных форматов и для подготовки их к экспорту в другие программы, Coding Presets позволит вам выбрать нужный для вас кодировщик. Если вы не хотите в этом разбираться, просто выберите MP4 Default Quality. Далее тут вы сможете изменить битрейт, если картинка сыпется. Изменить количество кадров в секунду и выставите разрешение. А здесь располагается путь к вашему файлу на выходе. Далее идут расширенные настройки, которые вам скорее всего не понадобятся. Это хромакей для фона, импорт метадаты для видео в 360, импорт карты глубины, импорт пути вашей камеры и, соответственно, антиалайзинг. Его я вам предлагаю вообще не трогать, а использовать тот, что в ваших шейдерах и настраивать его там. Поэтому просто жмем рендер. Если вы нажмете на вот этот вот квадратик, вы увидите предпросмотр того, что у вас получается. Остается только дождаться его и посмотреть то, что у нас получилось. На этом у меня все, друзья. Спасибо за просмотр. Если я сделаю гайд по тому, как делать красивые таймлапсы, я оставлю его в конечных заставках к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok